Сегодня мы поговорим с вами на такую тему особенную, она называется «Как влюбиться в Слово Бога?» Вот вы уже видите, да? И сегодня в формате воскресной проповеди я буду делать небольшое исследование. То есть, пожалуйста, прошу вас, присоединяйтесь. Вот на экране будет QR-код, вы с помощью телефона можете считать этот код. И там я задаю один очень простой вопрос. «Как часто я читаю Библию?» И там четыре варианта. Первый – почти каждый день, даже не помню, когда последний раз пропустил, пропустила. Второй – пару-тройку раз в неделю, третий – от случая к случаю. И четвертый – больше не читаю, чем читаю. Я так постарался, так не витевать, спокойно, так с юмором подойти к этому вопросу. Но, мне кажется, итоги этого анкетирования что-то, по крайней мере, для вас могут показать. Это интересно. Там уже есть первая часть собрания. Вот, подключайтесь, это будет очень-очень здорово. Но давайте начнем. Я начну издалека. Честно сказать, у каждого человека есть своя история встречи, изучения Писания. Как он с ним столкнулся. Я впервые столкнулся с Евангелием 33 года назад. Это было в 1991 году. Аж в прошлом веке, да, это называется. Вот, тысячелетие, да. Моя бабушка по маминой линии была очень религиозным человеком. Хотя я никогда не видел, чтобы она читала Библию. Я все-таки нашел в нашей двухкомнатной маленькой квартирке Евангелие. И решил почитать его осознанно и бесповоротно. Но я тогда не знал, что первое, Евангелие начинается с головоломки в виде перечисления еврейских имен. И кто там кого родил. И, в общем, оно мне не зашло. То есть я как бы этот ключ не считал. QR-код не сработал у меня. И потому что было непонятно, зачем это нужно. И я думал, ну, как бы, наверное, может быть, когда-нибудь потом я смогу к этому подойти. И так как никого не было рядом со мной, кто мог бы или хотел объяснить мне, поэтому я оставил эту затею с чтением Библии до лучших времен. Кстати, когда меня пригласили на вот подобное собрание, первый раз я пришел, познакомился с христианской церковью, один из вопросов, который звучал, когда меня приглашали, читал ли я Библию? На что я с гордостью сказал, да, почитала я вашу Библию. Вот. Но, так или иначе, когда я встретился с Писанием, увидел всю вот эту красоту и глубину, что это касается меня, моей жизни, моего сердца, очень важные вещи произошли. Так вот, вот этот самый важный разворотный момент случился тогда, когда я начал осознанно изучать Библию с братьями. Тогда она как бы заиграла другими красками. И через призму жизни именно этих людей, потому что они свою жизнью показывали, как Библия может работать в жизни человека. Ну и, соответственно, моей жизни. Соответственно. Кстати, подобная история есть в Новом Завете, и она будет центральной в нашем сегодняшнем изучении. Мы ее разберем. Это история про то, как евангелист Филипп обратил Евнуха. Давайте прочитаем Деяния, 8 глава, с 26 по 40 стихи. Здесь написаны такие слова. У вас будет тоже на экране, используя современный перевод. Ангел Господний сказал Филиппу, «Соберись и иди на юг на дорогу, что ведет из Иерусалима в газу через пустыню». Он собрался и пошел. Один Ефиоп, Евнух, вельможа при дворе Кандакии, царица Ефиопской, хранитель ее казны, побывавший в Иерусалиме, на поклонение возвращался по той дороге домой. Он сидел в своей колеснице и читал пророка Исаию. Тогда Дух сказал Филиппу, «Подойди к колеснице и останься там». Подбежав, Филипп услышал, как Евнух читает пророка Исаия. Он спросил его, «Понимаешь ли ты, что читаешь?» «Как мне понять?» – ответил Евнух. «Разве кто-нибудь объяснит мне?» И он пригласил Филиппа подняться на колесницу и сесть с ним рядом. Вот какое место из Писания он читал. «Как овцу на заклане вели его, и как ягненок перед стригущим его безгласен, так и он не открывал уст своих. Его унижали и отказывали ему правосудие, и никто не сможет рассказать о его потомках, ибо жизнь его на земле закончена». И спросил Евнух Филиппа, «Прошу тебя, скажи мне, о ком говорит пророк, о себе или о ком-то другом?» Тогда Филипп начал говорить, и начав с этого Писания, стал благовествовать ему об Иисусе. Продолжая свой путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Посмотри, вот вода, что препятствует тебе принять крещение?» И Филипп сказал, «Если веруешь ты всей душой своей, ты можешь быть крещен». И тот сказал, «Я веру, что Иисус Христос – Сын Божий». И он приказал остановить колесницу, и оба они, Филипп и Евнух, сошли в воду, и Филипп крестил его. Когда же они выходили из воды, Дух Господний унес Филиппа, и Евнух больше не видел его, но радостно продолжал свой путь. Филипп же очутился в Азоте, переходя из города в город, продолжал проповедовать благую весть, пока не пришел в Кесарею. Вот такая вот история. Возможно, вы когда-то ее читали. Это достаточно известная и очень интересная история. История обращения африканского вельможи не так проста, как это может показаться на первый взгляд. Хочу обратить ваше внимание. Во-первых, то, что апостол Филипп по велению ангела отправляется в заранее провальное и бессмысленное путешествие. Вот посмотрите карту. Вот стрелочки для вас. Это слева. Левый нижний угол. От Лохис до Газы. Вот он примерно в этом направлении двигался. Газоизвестное достаточно место сейчас. Так вот, я был в этих местах совсем недавно. Я хочу сказать, что это пустынное место. Это не просто пустыня. То есть там людей встретить невозможно. Это жарко, это камни, это пустыня. И зачем он туда его послал? Понятно, что требовалось очень много крепкой веры, чтобы решиться на такое. Вместо того, чтобы исполнить свое призвание, проповедовать о Христе наибольшему числу людей, так как он был евангелист уже, отправиться в путь по безлюдной дороге. Второй примечательный момент – это личность самого вельможи. Вот у меня тоже есть картинка. посмотрите на вот это прекрасное изображение. Там Евнух, Филипп, какая-то шляпа у него широкополая есть у Филиппа. Да, красиво. Так вот, второй момент – это личность самого вельможи. Чернокожие люди не только для евреев, но и для многих средневековых европейцев ассоциировались с темными силами. И к тому же вельможа был еще и кастрированным. То есть это факт указан нам по определенным причинам. То есть он не мог быть принят в иудейскую веру по определению, потому что там были какие-то определенные условия. И встретив такого единственного спутника, легко представить себе, какая буря неприязни должна была бы возникнуть в душе Филиппа, воспитанного в строгих иудейских традициях, если бы не его верность велению Духа. По закону Моисея такие люди, как он, имеется в виду Евнух, не имеющие возможности принять обрезание, не могли стать иудеями. Но Евнух почитал единого Бога и старался жить по заповедям закона Моисеева. И когда он сидел в колеснице, читал пророка Исаию, в то время было принято читать вслух, апостол Филипп по указанию ангела догнал его и, услышав это чтение, спросил, понимает ли он, что читает, о ком говорит пророк. Здесь я хочу остановиться и поразмышлять с вами на тему, «Понимаешь ли ты, что читаешь?» В этом году я решил изучать Библию по плану на 365 дней. То есть вся Библия разбита кусочками ветхий Новый Завет. Есть такие приложения в телефоне. И вот в течение чуть меньше года я уже где-то на 277 дне этого плана. И программа сама дает мне разные места из Библии. Многие места так подобраны, что они идут в хронологическом порядке и пересекаются по смыслу. Особенно интересно это выглядит с Новым Заветом, потому что отсылки идут, как бы исполнение каких-то пророчеств. Очень интересно мне показалось. Особенность, что в этот раз я больше слушаю Библию, чем читаю. Приложение позволяет мне словами диктора, то есть я выхожу каждое утро на мое обычное особенное время с Богом, вот мой молитвенный круг, и перед тем, как я молюсь, я наушники и слушаю свою часть. Это где-то 15-20 минут занимает. Такой вариант мне по-особенному зашел, потому что ты по-другому на какие-то вещи начинаешь смотреть, и по-другому ты это видишь. Но если ложка дегтя в этом способе, когда ты глазами читаешь, ты можешь какие-то участки пропустить. Ну там какие-то повторы, перечисления имен, особенно когда-то они там что-то делят, что-то приносят. Ну все понятно, давайте дальше, что там будет. Но тут мне приходится слушать все эти вещи, кто кого родил, кто сколько лет чего делал, не делал. Ну в общем многие вещи, которые, ну скажем так, не самое интересное, как мне показалось. И навевает разные мысли. Я это как-то для себя зафиксировал, и когда я дошел до Исаии, вообще все как-то обострилось. Как-то вдруг стало понятно, что мне ничего не понятно. То есть если вы никогда не читали книгу Исаии, там 66 глав, она такая объемная, и много разной информации вы можете там увидеть. Ты читаешь какие-то события, мысли, но зачем это? И тем более связь я вот не очень улавливал. Как пример я покажу вам несколько выдержек из Исаии, чтобы вы тоже как бы погрузились в эту атмосферу, в которой уже последний месяц пребываю. Исаия 1.5.7. Я выбрал специальные отрывки, в которых прям прямым текстом говорится, это Господь говорит. Вот он для чего-то это говорит, давайте попробуем проникнуться. Господь говорит, почему я вынужден продолжать вас наказывать, люди? Я наказал вас, но вы не изменились, и продолжали восставать против меня, и теперь больны каждое сердце и голова. От самых ног до темени не изранены ваши тела, вам больно, ваши язвы открыты, вам не было дела до грязных и неперевязанных ран, ваша земля опустошена, ваши города сожжены, ваши враги забрали землю чужие и пожирают ее, она опустела, словно разоренная чужеземцами. 3 глава 16-17 стих. Господь говорит, возродились женщины Сиона, они ходят, задирая головы, считают себя лучше других, они завлекают взглядами, танцуют, звенят цепочками на щиколотках, Господь принесет боль на головы дочерей Сиона, Господь люшит их волос. Дальше, 5-13-14. Господь говорит, мой народ будет пленен и угнан на чужбину, ибо они не знают меня, те, кто сейчас наслаждается легкой жизнью, будут томиться жаждой и голодом, они умрут и переполнят собой преисподнюю, которая раскроет свою пасть и всех их поглотит. И 6 глава 9 стих, здесь написано, Господь сказал, иди и так скажи всем людям, услышите, но не поймете, увидите вблизи, но не научитесь. Вот, примерно так. Я себя так и чувствовал. Может быть, даже как тот вельможик, который читал Исайю, когда он ехал, ничего не понятно. Вроде как по-русски написано, то есть я читаю русский перевод, но вот к чему это, зачем это, куда это, и как это меня касается, и как это их касается, очень сложно. Кто кого убьет, кому волосы побреют, кому будет угненную чужбину, какая-то вот грусть и печаль, которая меня посетила в этот момент. Но вы знаете, обычно проблема с чтением Библии возникает не у тех людей, у которых есть вопросы, а у тех, у которых вопросов нет. Я могу сказать уже пройдя путь 30 лет изучения Писания, я убежден, и я еще раз хочу отметить для вас мое наблюдение, что проблемы часто возникают у людей с чтением Библии не у тех, у кого есть вопросы, а у тех, у кого вопросов нет. Что было бы, если бы вельможа не задавал вопросов? Ну, наверное, очевидная вещь, может быть, просто Филипп не обратил на него внимания. И вот наш первый урок на сегодня. Чтобы влюбиться в Писание, нам нужно задавать вопросы. Без этого никак. Возможно, не на все вопросы вы сразу найдете ответы, потому что некоторые вопросы требуют осознания и, возможно, даже дорасти до этих ответов. То есть, они вам даются, эти ответы, но ты просто не готов это принять. Через время ты можешь сказать, а вот, оказывается, почему это было, со мной это произошло, и что Бог хотел мне донести. Но что вам точно станет понятно, потому что, ну, если мы задаем вопросы, мы точно найдем ответы. Так и произошло с нашей историей. Хочу привести вам еще несколько мест из книги пророка Исаии, которые, возможно, они читали по дороге, когда ехали. Посмотрите, Исаия, 7 глава, 14 стих. И представьте себе, Филипп читает ему и объясняет. «Мой Создатель пошлет тебе знамение. Взгляни на эту молодую женщину, ребенка ждущего, скоро она родит сына и назовут его Эммануил». Вот я вам читаю, у меня прям мурашки по коже. Это прямое пророчество о том, что Мария родит Иисуса и его назовут, как он будет названный, с нами Бог, потому что Бог явился людям. Представьте себе, 700 лет до момента этого события. Дальше, Исаия, 11 глава, 1, 5 стих. От корня Исеева произрастет побег. Вет произрастет от корня. Дух Господа будет в этом ребенке. Дух мудрости, разума, могущественного и дара вести за собой. Дух понимания и почитания Господа. Ребенок этот будет почитать Господа и в этом обретет счастье. Он будет судить людей, не полагаясь лишь на то, что ему кажется, или на то, что он услышит. Он будет судить бедных праведно и честно. Он будет справедлив в своих решениях, о бедняках земли. Если он решит, что люди заслуживают плетей, то они будут биты. Если он решит, что люди заслуживают казни, то повелит, и они будут казнены. Истинная доброта дадут ему силу и будет поясом на его бедрах. Еще об Иисусе. Церковая глава, 3 стих. «Послушайте вопиющего в пустыне, готовьте путь для Господа, дорогу в пустыне, сделайте прямой для Бога нашего». Для тех, кто изучает Писание, знает, что эти слова были пророчеством к появлению предтечи Иоанна Крестителя, который показал, Бог использовал его фактически как перст для того, чтобы показать, вот он, Мессия, который пришел, чтобы спасти свой народ. Исайя, 53 глава, со 2 по 12 стихе. Здесь написано, «Он вырос перед Господом как маленький росток, как корень, растущий в сырой земле. И в нем не было ничего необычного. При взгляде на него мы не находили ничего, чтобы особенно привлекло нас к нему. Люди над ним насмехались, люди покинули его, друзья покинули его. Ему была хорошо знакома боль и болезни. Люди презирали его и отказывали замечать его как тех, от кого мы отводим взгляд. Но он принял на себя наше страдание и взял нашу боль, а мы думали, что Бог наказывает его и бьет за то, что он сделал сам. Но боль и страдания были ему даны за наши грехи. Он был наказан по нашим вине и долг, который должны мы были оплатить, приняв наказание, лег на него. Мы были исцелены благодаря ему. Но даже после этого мы все разбрелись, как овцы. Каждый пошел своим путем, даже после того, как Господь возложил всю нашу вину на него. Он перенес боль и наказание. Вот здесь начинаются строки, которые как раз читал Евнух, когда встретился с Филиппом. Но никогда не протестовал и был безгласен, как овца, который ведут на заклание. Он был покорнее ягненка, с которого состригают шерсть, и не сказал ни слова в свою защиту. Люди взяли его силой, и суд над ним не был справедливым. Никто не может сказать о его будущей семье, ибо он был разлучен с живой землей и наказан за грехи моего народа. Он умер и был погребен с богатым, и был погребен со злодеями, но не лгал, не сделал ничего неправедного, но все равно с ним это случилось. Господь решил послать ему страдания, и слуга его отдал себя на смерть. Но у него будет новая, долгая жизнь, и он долго еще будет видеть свое потомство и закончить то, что предначитал ему Господь. Много будет страдать его душа, но он увидит добро, которое последует, и обрадуется, узнав об этом. Мой добрый слуга освободит многих от вины и возьмет на себя их грехи. Поэтому я сделаю его великим среди людей, он с сильными разделит все, что они имеют, ибо он отдал свою жизнь за людей. Люди считали его преступником, но он понес на себе грех многих и теперь молит за преступников. Аминь. Смотрите еще одно место в последней главе, Исайя 66, 22-24. «Я сотворю новый мир, новые небеса и новую землю, которая будет вечна. И ваши имена, и ваши дети всегда будут со мной. Все люди придут, поклонятся мне во дни поклонений каждый день субботний, каждый первый день месяца. И если они из города выйдут, то увидят мертвые тела тех, кто грешил против меня, и черви в тех телах никогда не умрут, и огонь, сжигающий эти тела, никогда не угаснет, и будет ужасаться им весь народ». Обратите внимание, в этих строках, которые мы с вами читаем, мы можем видеть вот весь Божий план по спасению человечества. Не случайно книгу Исайя называют Пятым Евангелием, потому что она, как никакая другая книга, раскрывает нам великий и невероятный план Бога явиться к людям для того, чтобы взять наш грех на себя и уничтожить, чтобы подарить нам спасение. И особенно хочу отметить, что идея новой земли и нового неба, она не как бы пришла только что. У Бога был такой невероятный план, который открылся через Него. Особенно хочу еще раз отметить, что книга пророка Исаия была написана за 700 лет до Рождества Христова. И в ней содержится пророчество исполнившееся в жизни Сына Божьего. Все, что мы с вами читаем здесь, что Мессия родится от девственницы, что Господь будет жить скромно, Христос перенесет муки, скорби и болезни. Люди не поймут причину страдания, Христа будут над ним насмехаться. Не поверят все. Мессия возьмет на себя наши немощные, Иисус примет мучения за наши грехи, а не за свои. И Христос добровольно принесет себя в жертву. Невинный страдалец будет причислен к разбойникам, но похоронит его у богатого. Воскресение и продолжение миссии по спасению людей и в заключении последние дни сожгут буквально в огне этот мир, и Господь творит новую землю и новое небо. Интересно, что в своей жизни Христос исполнил более 330 различных пророчеств о нем из Ветхого Завета. Я задался таким вопросом, а какова математическая вероятность того, что эти пророчества они могут исполниться в жизни одного человека? Вот ответ, который я нашел. Посмотрите, пожалуйста. Вероятность того, что в жизни одного человека все эти пророчества могут произойти, это 1 к 84 и дальше число с 97 нулями. Вы знаете, как это число называется? Я тоже не знаю. Очень много. Ну, как бы рядом с бесконечностью. Удивительно, удивительно, как это могло произойти в жизни одного человека. И когда ты понимаешь, что все эти пророчества сбываются, ну, ты начинаешь особенно относиться к Писанию. Это не просто приложение, которое находится в твоем телефоне. Это Божье послание с такой невероятной силой, которое сотворило весь этот мир и дает жизнь всего этому миру. и имеет невероятное будущее, которое мы даже себе представить не можем. Знаете, с чем бы я это сравнил? Вот просто как бы на себе, конечно, не показывают, но я на вас покажу. когда ты получил письмо с перечислением событий, которые произойдут с тобой в течение года. Ну, каждый день. 330. 330 дней в году каждый день написано, что с тобой будет происходить. И ты просто как бы как каждый день находишь какое-то одно событие, которое в твоей жизни Богом было обещано, и оно сбывается. Как бы ты чувствовал себя, если что-то подобное в твоей жизни произошло? Какое слово здесь подобрать? Трепет, страх. Какое у меня просто не это. Что еще можно сказать? Где-то может быть даже ужас, удивление, поражение. То есть такого просто очень сложно себе представить. И пророчества, хочу заметить, те, которые были произнесены в Писании, частью которого Иисус был, они касаются не только Иисуса Христа, но и тебя, тебя лично. Потому что этот мир принадлежит Богу, и Он в Его мире включил тебя, и ты в Нем участвуешь. И Он творит в Нем, что Он хочет, потому что Он Господин этого мира. Не случайно в Евангелиях описана ситуация, где Иисус упрекает верующих людей, что они не знают Бога. Давайте напомню вам, Матфея 22, 29, Иисус в ответ сказал им, заблуждайтесь, ибо не знаете ни Писаний, ни силы Божьей. Эти вещи, они очень взаимосвязаны между собой. Потому что часто бывает, мы заблуждаемся в нашей жизни просто из-за того, что не знаем удивительный план Бога для нас. И с другой стороны, если мы знаем этот план, какие-то невероятные перспективы для нас открываются. Задавая вопросы, и получая на них ответы от Бога, мы узнаем Бога и Его силу. Вот это о чем. И только взаимодействуя таким образом, мы можем познать Его намерения о нас, и исполнить Его волю. В итоге, вся история разворачивается таким неожиданным образом с Филиппом и Евнухом. Услышав, как вельможи читают пророка Исаию, Филипп вступает с ним в контакт, исполнившись духа, разъясняет ему все эти пророчества и свидетельствует о Христе в итоге Его кресте. Еще одно событие, как раз я вам вещал, которое ко мне одна сестра подошла и сказала, я была впечатлена и ошарашена тем, что в Исаии, в 56 главе, с 4 по 5 стихи, говорится, что евнухи, которые будут послушны Слову Бога, они тоже могут обрести спасение. Возможно, как раз это место, которое Филипп ему открыл, было еще одним важным фактором его обращения. Представьте себе. Для тех, кто не знает значение крещения, я вынужден это сделать, но я думаю, что это очень полезно будет тоже повторить каждому из нас. В 1 Петра 3 глава 18-22 говорится такие слова. Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда, праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти, дух же был возвращен к жизни, в котором он пошел и провозгласил находящимся в темнице духом, ослушавшимся Бога в далеком прошлом во времена Ноя. Но Бог терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в него, всего 8 человек, и они спаслись по воде. И эта вода есть образ крещения, который и сегодня спасает вас. Крещение – это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой совести. Все это приходит через воскресение Иисуса Христа, который прибывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса и вместе с ангелами все власти и силы склонились перед ним. Аминь, церковь. Я очень вдохновлен всегда быть свидетелем и даже участником когда-то вот этого момента, когда человек обретает новую жизнь с Богом. И вот у меня даже есть одна фотография, одно из последних крещений, которое было у нас. Вот Арсений Савенков, и вот тот папа, брат здесь на собрании, вот они рукой машут там. Это был очень вдохновляющий момент крещения. И это как раз было перед тем моментом, как мы полностью его погрузили под воду, что в принципе и означает крещение. Полное погружение. Я хочу отметить здесь, что Христос умер за наши грехи, чтобы мы могли получить вот это спасение от смерти. Не только физической, которая в принципе каждого из нас ждет, но вечной смерти. И точно так же, как Ной благодаря ковчегу и воде получил дар жизни, мы с вами получаем дар вечной жизни благодаря прощению через погружение в воды крещения. И еще один очень важный элемент, который апостол Петр здесь упоминает, это ковчег. Буквально сказать, большая лодка, в которую зашли все те, которые захотели туда зайти, но кому было надлежало туда зайти. И благодаря этой большой лодке со множеством посетителей они тоже получили спасение, что является прекрасным прообразом сегодняшней дни эта церковь, где люди могут сохранить свое спасение и закончить его. Важно отметить здесь, что для этого необходима осознанная просьба к Богу о чистой совести, чтобы ты мог действительно внутри осознать, что я хочу избавиться от всего того, что мешает мне в моей жизни, это мои грехи. Когда я думаю о Евнухе, мне представляется он как человек открытых взглядов. И действительно он таким и был. То есть, ну, даже если мы представим эту ситуацию там бегущий Филипп и едущий Евнух, написано, что он вельможа, то есть, как бы он высоких чинов. И для него было нормально взять этого человека, прохожего, который был рядом с ним, для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Так вот, таких людей мы не раз встречаем в Библии. И они есть там, как пример для нас, какими нам нужно быть, чтобы действительно Слово Бога вошло в нашу жизнь. Давайте посмотрим одну из этих историй. Деяние 17, 10, 12. Такая история про Павла и Силу. Братья точно же ночью отправили Павла и Силу в Верию. Прибыв туда, те пошли в еврейскую синагогу. Здесь люди были более открытых взглядов, чем в Фессалонике. Они приняли слово с полным желанием, изучали Писание каждый день, чтобы убедиться, что Павел и Сила говорят правду. Так что многие иудеи уверовали, а также немало знатых греков, женщин и мужчин. Чем люди в Вере отличались от фессалоникийцев? Здесь написано три вещи, которые ясно показываются. Первое, они приняли слово с полным желанием. Для них это было важно. Важно понять волю Бога, что он хотел и так далее. Второе, они изучали Писание каждый день. И третье, чтобы убедиться в истинности слов, кто им благовествовал. И вот наш второй урок, очень важный урок, чтобы влюбиться в Писание, нам нужно изучать Писание каждый день. Я хочу еще раз отметить, изучать Писание каждый день. Я уже вам рассказывал когда-то о теории профессора Дамбара, о социальных связях, которые ограничены кругами близости. Буквально сказать, то есть формула того, как иметь друзей, как приобрести друзей. Она очень простая, что если вы хотите близкую дружбу с людьми, то вам нужен ежедневный контакт и общение с вашими друзьями. То есть если вы будете какой-то периодичности с людьми общаться, открывать жизнь свою, сердце свое, у вас появятся такие близкие отношения. Но невозможно быть близким с тем, с кем ты нечасто общаешься. То есть это тоже выходит очень логично из этой формулы. Приведу вам пример. Я очень ценю дружбу с моей женой. Где-то около 30 лет назад мы начали свой прекрасный путь. Вот в этом году в сентябре мы праздновали 29 лет нашей супружеской жизни. это называется бархатная свадьба. Я в принципе хотел надеть бархатный пиджак сегодня как бы в тему, но не нашел в общем. Но так или иначе почти 30 лет мы вместе и вот что я заметил. Был момент, когда по работе мне было необходимо ездить в долгосрочные командировки. Где-то неделя мы расставались и не были вместе. И что интересно, что когда я возвращался, мы настолько привыкали к образу жизни по отдельности, что нам нужно прилагать усилия для того, чтобы вновь соединяться, чтобы входить в жизнь друг друга и взаимодействовать так, как мы обычно взаимодействовали. А что уже говорить об отношениях с Богом, хотя он и близко от каждого из нас, потому что мы его дети, мы все равно строим с ним отношения как бы заочно, буквально сказать, через письмо, хотя и письмо любви, но письмо, хотя и живое письмо. И я благодарен тем людям, которые научили меня каждый день проводить личное время с Богом. Я считаю это залогом вообще верности Богу, когда у тебя есть вот такое особенное время, через молитву и Писание. И важный элемент в этой связке во времени с Богом это каждый день. Поверьте, это работает. Регулярное чтение Священного Писания приносит множество духовных и практических преимуществ. Я впервые в моих выступлениях сегодня воспользуюсь опытом Святых Отцов. Это человек, чье высказывание мне очень понравилось. Он жил в 1800 каких-то там годах, зовут его Святитель Игнатий. Вот некий образ, не знаю, может кто-то нарисовал, тогда не было фотоаппаратов, но в любом случае, вот это от имени этого человека послушайте пожалуйста его размышления. Он сравнивал чтение Библии с проточной водой, очищающей ум и душу от грязи и наполняющих евангельским светом. Это помогает лучше понимать Бога, его воля укрепляет веру и способствует духовному росту. Святые Отцы рекомендуют начинать день с чтения Библии после утренней молитвы. Я так думал, я где-то это вообще-то слышал, да? И выбирают для чтения по одной-две главы за раз. Также полезно вести записи своих мыслей и переживаний, возникающие во время чтения, чтобы позже обсудить их с духовником. Интересно. Перечитывание уже знакомого текста открывает новые глубины понимания и позволяет увидеть разные незамеченные аспекты. Даже многократное прочтение не исчерпывает всей глубины Священного Писания, каждый раз открывает новые грани. Чтение Библии должно быть не просто механическим действием, а глубоким внутренним процессом, включающим размышления и применение прочитанного в поседневной жизни. Это помогает находить ответы на жизненные вопросы, укрепляет веру и способствует духовному развитию. Хочется, знаете, сказать аминь в этот момент, да? Да? Классно сказано. И мне особенно понравилась вот эта идея делать заметки, чтобы потом обсудить прочитанное со своим наставником. Действительно, есть о чем поговорить, когда у тебя есть какое-то особенное время с Богом и что-то тебе открылось обсудить, понять, поделиться своим тоже опытом друг с другом. Давайте вернемся в нашу историю с Филиппом. Мы идем к заключению. Нет ни малейших сомнений в том, что вернувшись к себе домой, африканский вельможа стал сам проповедником, а апостол был направлен выполнять новые задания. И перед нами показательный пример действенной веры. Апостолу Филиппу ничего не стоило бы найти тысячу причин не подчиниться велению ангела, объяснить, почему ефиопский евнух абсолютно бесперспективный с точки зрения успешности проповеди. Но апостол предпочтел сохранить верность Богу, а не поддаваться собственным суетным размышлениям. Умение отказаться от своего мнения и при этом нащупать, ощутить тонкую нить веры, по которой и двигаться вперед, не фантазируя, что будет дальше, не пытаясь передугадать, каков будет итог, а целиком доверяя тому, в чьих руках находится другой конец этой невидимой нити, вот что отличает человека веры от маловерного или вообще чуждого веры человека. И в заключение хочу прочитать вам первое послание Петра, 2 глава, 1-й, 3-й стих. Смотрите, здесь написаны такие слова. Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть и всякое число злословия, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Будучи верующими людьми, нам достаточно понятны эти образы. Что здесь написано? Отложите все, что вам мешает. И потом, как младенцы, которые любят молоко матери, полюбите Писание, которое несет вам спасение и которое помогает понять и познать, как прекрасен наш Господь. Спасибо большое, и пусть Бог вас невероятно благословит. Аминь. Богдан, аминь. И будут независимы. В